Развитие отечественного автопрома стало значимой вехой в экономике. Белорусской легковушке быть, в свое время сказал Александр Лукашенко, и вот через пять лет работы завод Белджи вышел на запланированные производственные мощности. Предприятие работает стабильно, логистика успешно адаптировалась к новым реалиям. По итогам года намерены выпустить и реализовать 25 тысяч авто. В планах новые модели, собственные электрокары, наращивание экспорта. Все подробности у Алины Лаппо. Автомобилестроение, как и известно, один из локомотивов экономики страны. Завод Белджи – уникальный проект производства легковушек, который отвечает всем мировым требованиям автопрома. За годы работы освоил шесть моделей машин. Но, как говорится, дальше больше. Конечно, из-за санкций некоторые планы пришлось поставить на паузу. Сейчас важно решить проседание комплектующих. Чтобы наладить их поставки, предприятие полностью перестроило логистические цепочки. Ранее маловостребованные или умеренно востребованные пути сейчас имеют рост объемов перевозок более чем в 10 раз. То есть это касается и порта Владивостока, это и касается Забайкальской железной дороги, это касается и поставок комплектующих через Казахстан. Мы получили вызов и вынуждены были изменить эти пути. Ровно пять лет назад в Борисовском районе начал обкатку новый завод Белджи. Большой старт работе дал президент. Выйти на рынок легкового автопрома в одиночку и не прогореть – задача не из простых. Беларусь заручилась поддержкой китайских партнеров. Технологии с Поднебесной сборка в Синеоке. И такому тандему успех гарантирован. Ведь белорусское равно знак качества. А еще наши школы и технологии автомобилестроения, хоть и грузового. И плюс Китай уверенно догоняет мировых лидеров. А где-то уже и обходит. Завод Белджи выпускает 15 машин в час. Такая скорость оправдывает спрос. Всего же за пять лет было выпущено 100 тысяч автомобилей. По итогам этого года планируют выйти на 25 тысяч. Что касается рынков, то производитель делает упор на экспорт. На внешний контур отправляется порядка 80%. Выигрывает качеством и ценой. А еще доступной сервисной базой. В следующем году обещают вывезти на рынок новую машину. Говорят, самую бюджетную и народную. Седан уже прошел технические испытания и готовится к массовому производству. По своим характеристикам машина четвертого поколения выгодно отличается от предшественников. Здесь представлен автомобиль «Джили М-Гранд Нью». Если брать предыдущий автомобиль и новый автомобиль, то это уже современный автомобиль, который будет как пользоваться молодежью, так и выше возрастной категории людей. Конечно, сборка своего всегда с прицелом на своего водителя. По нашим дорогам колесит почти 30 тысяч авто белорусской сборки. Несмотря на те вызовы, с которыми сталкивается автомобильный рынок, отечественный производитель крепко держит удар. Мы фиксируем абсолютные лидерства по продажам. В октябре продажи «Джили» превысили половину совокупных продаж автомобильных дилеров. Это связано и как с возможностью предложить на рынке модельный ряд, так и со сбалансированной ценовой политикой, с хорошими финансовыми продуктами, чем не могут похвастаться импортеры других автомобильных марок. Производитель намерен максимально освоить сборку и своих электрокаров. Этот опыт кооперации сейчас рассматривают и с российскими коллегами. Общая идея на перспективу – союзное авто на батареях, где в начинке будут превалировать отечественные разработки нашей научной школы. Направление важное – это прежде всего снижение зависимости от импорта и развитие своих технологий. Глобальных договоренностей еще нет, пока машиностроители делают упор на повышение своих компетенций в этом направлении. Алина Лапой, Виктор Борисов, агентствователь новостей.